Мы, конечно, понимаем, что всему верить нельзя, так как контент интернета абсолютно полярный, но сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм расследования о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это? Да, смотрите, я не смотрел этого фильма, просто за отсутствие свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда. Вот это первое. Второе, что хотел бы сказать вам и вот тоже другим людям, которые сегодня здесь на встрече присутствуют. Вы все люди молодые, но у кого-то, здесь уже есть студенты старших курсов, может быть, здесь аспиранты даже есть, у кого-то есть семьи, а у кого-то эти семьи только будут созданы, чего я вам от души желаю. И желаю вам детей побольше. Но вы знаете, что в современном мире, это Запада к нам приходит, но тем не менее, есть такая форма заключения брака, как брачный договор. Кстати говоря, не думаю, что это хороший способ организации семейной жизни, потому что если люди вступают в брак, то они собираются жить вместе, вести общее хозяйство, детей иметь, то, наверное, должны доверять друг другу. Но тем не менее, жизненные ситуации разные, и это тоже возможно, это распространяется. Ну так вот, даже люди, которые ещё имущество-то не имеют, хоть как-то свои отношения фиксируют на бумаге. Значит, в современном мире, когда речь идёт об объектах, которые стоят миллионы, а может быть, миллиарды, ведь всегда, где-то, хоть как-то на протяжении длительного времени, а это, кстати говоря, информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет. Так и ля, сейчас просто вот удобный случай, всё скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть в мозге наших граждан. И запустили это в интернете, фильмы, какие-то там видеопрограммы. Значит, ну так вот, хоть на протяжении 10 лет что-то должно было остаться, хоть какие-то оформления каких-то земельных участков, какие-то проводки финансовые, ну хотя бы какие-то оформления у нотариуса. И там тоже следы должны остаться, в нотариальных книгах, в электронном виде. Вместо всего этого что? Ну вот разместили мою фотографию или моё плавание стилем бутерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать, скучно, девочки. Ну, хоть чего-нибудь там попридумали бы ещё. Люди, которые этому упоминаются. Я кого-то знаю. Кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой. Какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, которые о том упоминаются. Вообще, просто никогда их не видел в глаза. Не знаком с ними. Понимаю, что им не очень хочется близко самой вставать, потому что кто рядом не появится, на того сразу санкции накладываю. Поэтому, да, кстати, эти люди, некоторые из них, которых я хорошо знаю, давно занимаются бизнесом, ещё до встречи со мной и знакомства со мной. Из всего, что там я видел, я заинтересовался только одним. Но не бизнесом, не как бизнесом, а как ведом деятельности. Это виноделие. Вот очень хорошие деятельности, мне кажется, благородные. Там один из моих знакомых, хороших, со своим партнёром. Партнёр из жизни ушёл. Уже его доля, как мне известно, досталась его сыну по наследству. Но вот они занимаются небольшим предприятием. Кстати говоря, это уже от темы «Отойду». У нас вообще виноделие развивается неплохо, тоже вид деятельности хороший. Может, в сельхозвузах меня в этом смысле поддержит. Мы закон приняли недавно очень хороший по этому поводу. В этой связи не как бизнесом, а как видом деятельности. Я бы, наверное, когда-нибудь этим позанимался. У меня советник есть Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо». Крупная наша компания с хорошим бэкграундом. Ещё к князю Галифину, по-моему, это принадлежало всё. Он у меня сейчас советник. Я, когда работу закончу, может, я пойду работать советником к нему. Но не как бизнесмен, а как специалист. Сейчас, хотя бы в области права. Сейчас, повторяем, мы закон приняли. Я в этом кое-что начинаю понимать. Но бизнес меня никогда не интересовал. Не потому, что это плохо. Нет, наоборот, нет. Я считаю, что очень благородное занятие, если думать особенно о социальной стороне бизнеса, о создании рабочих мест, о достойной заработной плате, о развитии отраслей экономики. Это очень здорово и очень полезно. Но это не моё совсем. Некоторые мои коллеги, ну, например, президент Трамп, он известный бизнесмен, или бывший президент Порошенко в Украине. Он, даже будучи президентом, занимался бизнесом, открывал офшорные компании, счета в офшорах. Хочу закончить ответ тем, с чего он начал. Я не занимался этим никогда.